Фартуки и бантики, нарядная выглаженная форма, такими запомнят их учителя. Выпускники 2014 года уходят со школьного двора. Сегодня они в особом почёте, им предстоит строить новое будущее в новой стране. Одиннадцатиклассники смотрят вперёд с оптимизмом. Покидая школу, место, которое стало их вторым домом, грустят, но со светлыми мыслями уходят в большую жизнь. Ведь там их ждёт много интересного. Григорий Калабин ещё в детстве твёрдо для себя решил, кем станет. Выправил благородную профессию – спасать жизни людей. Парень станет врачом-хирургом. Уедет учиться в Симферополь, но про родную школу обещает никогда не забывать. Ведь она дала ему не только знания, но и подарила верных друзей. Естественно, я чувствую печаль, потому что расстаюсь с тем местом, в котором я проучился 11 лет. Это довольно-таки длинный период моей жизни и очень хороший период. В нём были, конечно, и плохие, и горестные моменты, и, конечно, больше радостных. Мои любимые одноклассники, которых я видел каждый день. А вот Дарья Кучеренко выбрала профессию экономиста. С цифрами дружит, математика – её конёк. Дарья покидает родную школу с благодарностью учителям, которые дали ей дорогу в жизнь. Чувство и грусти, чувство и какой-то незримой просто радости за нас, за учителей, которые нами гордятся, стоят. Это очень-очень приятно. Хочу связать свою жизнь с экономикой, нашей новой стране помогать, поднимать её, поднимать уровень жизни. Не меньше переживают учителя-выпускников. Классный руководитель 11-го А Валентина Денисова признаётся – тяжело прощаться с детьми, которым стала второй мамой. Семь лет они были одной большой семьёй. Много труда вложено. Женщина надеется, что её ребята не забудут и будут приходить в гости. Каждый раз, когда выпускаешь, немножко расстаёшься с чем-то, частичку свою оставляешь в этих детях. Хочется, чтобы они всегда помнили школу тоже. Много труда было вложено в этих детей. Я думаю, что всё у них в жизни получится. Класс выпускается, скажем так, в непростых условиях нынешних. Но мы со всем справимся. Пожелаем детям всего самого лучшего, самого доброго, успехов в будущей жизни. На праздничной линейке звучат песни и стихи. Выпускники дарят директору и учителям цветы в благодарность за терпение, любовь и поддержку. В ответ – напуственные слова. Одиннадцатиклассников отпускают в большую жизнь с надеждой, что они достойно представят школу. Многие прошли второй этап собеседования и поступают в лучшие вузы Москвы. Их уже пригласили. У нас такие дети есть. Их пригласили уже в Москву на заключительный этап для поступления в высшее учебное заведение России. Таких у нас пятеро детей. Но это наша гордость. По традиции не обошлось и без концертной программы. Я люблю страна, твои просторы я, твои поля и горы, сонные озера, не бурлящие моря. И вот выпускники отпускают в небо разноцветные шары, а с ними улетает и беззаботное детство. Звучит музыка, выпускники закружились в школьном вальсе. Это последний танец в родной школе. Он запомнится мальчишкам и девчонкам на всю жизнь. А завершает торжественную линейку тот самый звонок. С него начиналась школьная жизнь. Им и заканчивается. Впереди у ребят выбор жизненной дороги и выпускные экзамены. 11 классы будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Будут сдавать три экзамена. Но уже дети имеют право выбора. Некоторые ребята сдают украинский. Некоторые ребята сдают русский язык. Затем сдают обязательные предметы. И третий предмет по выбору. То есть сегодня ребёнок в праве выбрать те предметы, которые он считает нужным. И они ему необходимы в первую очередь. В этом году из 73 школ города выпускается 2162 ученика. Из них 168 – золотые медалисты. Заслуженные награды теперь уже бывшие ученики получат на выпускном вечере 1 июня. Елена Карнухова, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».